Меня зовут Владимир и я приветствую вас на канале Две Войны. Простая крестьянка Мария Бочкарёва прославилась как вторая женщина в истории России, носившая офицерские погоны. В наше время был снят известный российско-американский блокбастер «Батальон» о деятельности офицера Маши. Бочкарёва считали образцом русской женщины, ненавидели, боялись и восхищались. Поэтому о ней ходило много рассказов, как правдивых, так и не очень. Мария родилась в 1889 году под Великим Новгородом в бедной крестьянской семье. Но когда Маша исполнилась 14 лет, всё семейство переехало в Сибирь. И уже в 15-летнем возрасте девушку выдали замуж за местного алкоголика. Мария не стала терпеть пьянство мужа и ушла от него к местному бандиту Яшке Буку. Когда его поймали и отправили в Якутск, Маша пешком последовала за ним. Какое-то время они жили вместе в поселении. К началу войны Бочкарёва решила связать свою жизнь с армией, так как именно таким образом можно было уйти от поселения определенного полиции. Она ушла от Якова Бука, затем обратилась к командиру Томского резервного батальона с просьбой взять её в ряды своих бойцов. Тот посмеялся и предложил Марии стать сестрой милосердия. Она же настаивала на том, чтобы её отправили на фронт вольнонаемным солдатам. Командир батальона сказал, что он этого сделать не может, разве что сам император разрешит. Бочкарёва немешкая попросила написать прошение Николаю Второму. Сама она была неграмотной. Получив положительный ответ, Мария попала на фронт. Поначалу сослуживцы насмехались и приставали к женщине. Но её храбрость в бою принесла ей не только уважение, но и медали, а также звание старшего унтер-офицера. В эти годы её называли Яшкой в памяти о её горе-возлюбленном. Февральская революция пошатнула дисциплину в армии. Это очень не нравилось офицеру Марии. Когда Родзянка позвал Бочкарёву заняться агитационной работой в Петрограде, та не стала отказываться. В ходе одного из митингов Керенский, глава Временного правительства, высказался о том, что можно было бы создать женский батальон. Мол, это водошевит мужчин на новые подвиги. Бочкарёва встала во главе этого подразделения. Были привлечены примерно две тысячи девушек, в числе которых была и жена Керенского. Однако Мария Яшка была очень жёсткой, грубо муштровала подчинённых. Условия обучения были очень суровыми для женщин, поэтому в итоге в батальоне осталось всего 300 бойцов, которые выдержали все испытания. Кстати, те женщины, которые ушли от Бочкарёвой, образовали автономную ударную часть и потом охраняли Зимний дворец. Но, собственно, к Марии Бочкарёвой оно не относилось. Если бы Зимний дворец защищали бойцы Бочкарёвой, то большевикам вряд ли бы удалось так легко свергнуть Временное правительство. Женский батальон смерти под командованием Яшки получил боевое крещение 9 июля 1917 года, сражаясь немецкими частями под Сморганью. Но при этом погибло 30 девушек, а 70 были ранены. Сам Деникин, который раньше не верил в целесообразность такого формирования, одобрил действия Бочкарёвой. Хотя тогда уже стало понятно, что женские подразделения не смогут стать эффективной боевой силой, и создание новых батальонов генерал Корнилов запретил. Марию возвели в чин подпоручика, а затем в поручике. Однако вскоре Маша получила серьёзное ранение, её отправили в госпиталь, где она провела почти три месяца. К моменту её выздоровления уже прогремела Октябрьская революция, и развалилась вся прежняя армия. Женские батальоны были распущены, но многие из женщин продолжали службу в Белой армии. Бочкарёва также осталась среди белогвардейцев. По поручению генерала Корнилова в 1918 году она отправилась в Америку, чтобы получить помощь в борьбе с большевистской партией. Ей удалось попасть на встречу с президентом США Вудро Вильсоном, и также побывать на приёме у короля Великобритании Георга V. Журналист Дон Левин написал книгу о Марии Бочкарёвой по её рассказам. Сама Маша из-за неграмотности прочитать и перепроверить сказанное не могла. К тому же Левин сразу записывал её истории на английском языке, часто не адаптируя отличия в реалиях США и России. Поэтому многие факты из этой книги современными историками ставятся под сомнение. Мария заручилась обещаниям американцев и вернулась в Россию, чтобы продолжать бороться за правое дело. В 1919 году адмирал Колчак предложил Бочкарёвой создать женский военно-санитарный отряд. За два дня собралось почти две сотни женщин. Но время было упущено. Большевики вытесняли белогвардейцев из Сибири, Колчак отступал. А Маша приехала в Томск к родственникам. А перед тем, как я расскажу о том, чем закончилась история Бочкарёвой, я прошу подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поступок Колчака Бочкарёва сочла предательством, и разочарованная в своих идеалах, сама сдалась большевикам. Пришла к коменданту и сдала оружие. Поначалу с неё взяли лишь подписку о невыезде, но после арестовали и вывезли в Красноярск. Поручику Бочкарёвой предъявили серьёзное обвинение. Она создала женский батальон, который боролся с советской властью, обратилась за границу за помощью Белой армии, сотрудничала с Колчаком и Корниловым. Но следствие затянулось. Чем именно обвиняется Бочкарёва стало непонятно, так как непосредственного участия в боях против Красной армии та женщина не принимала, сражаясь только на Германском фронте во время Первой мировой войны. На все вопросы Мария давала прямые ответы, и следователи ВЧК долго не могли определиться, как им поступить. Но всё-таки в итоге Бочкарёва обвинили в преступной деятельности в отношении РСФСР, объявив её врагом Рабочей Крестьянской Республики и передав в распоряжение особиста в Пятой армии. Те, в свою очередь, тоже не стали брать на себя ответственность и отправили её в Москву. Если бы в тот момент в Красноярск не приехал бы Павлуновский, то Бочкарёва смогла бы спастись, так как буквально через несколько дней отменили смертную казнь в России. Но заместитель начальника особого отдела ВЧК Павлуновский был тем самым безжалостным организатором расстрелов буржуазных элементов, поэтому от него нельзя было ждать милосердия. Приехав в Сибири, даже не вникая в суть дела, чекист написал на постановлении Бочкарёву Марию расстрелять. Приказ был исполнен 16 мая 1920 года, о чём свидетельствует надпись на обложке уголовного дела. Но вот позднее оказалось, что официального расстрела вроде бы и не было. Дело в том, что в январе 1992 года прокуратура России, исследовав материалы дела Бочкарёвой, пришла к выводу, что точных свидетельств её расстрела нет, так как отсутствует свидетеля, нет обвинения и документа о проведении приговора в исполнении. Могилы, где похоронили Бочкарёву, также не нашли. Впрочем, это понятно, так как тогда расстрелы были массовыми и хоронили убитых в общих могилах. Теперь существует два варианта судьбы Бочкарёвой. Первый, она всё-таки погибла в мае 1920 года от руки Мильды Дзельтин, от руки жены Павлуновского, очень жестокой кровожадной дамы. Второй, Марию спас американец, Дон Левин, который как раз в это время был в России, путешествовал по разрешению Ленина по Сибири. Он увёз её в Харбин. Говорят, что она даже пережила Вторую мировую войну, в которой погибли два сына мужа Марии Бочкарёвой, а своих детей у неё так и не было. Мария Яшка стала символом героизма русской армии того времени. Её храбрость и вера в свои идеалы позволяла сражаться наравне с мужчинами, что было высшим проявлением доблести. А как вы считаете, насколько боеспособны были женские батальоны? Своё мнение пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всё это очень поможет в его продвижении.